Четверть века помогая людям вернуться к жизни. 25-летний юбилей отмечает Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов. Его основали в 1992 году на базе протезно-ортопедической мастерской по постановлению правительства республики. С тех пор центр намного продвинулся вперед и сегодня отвечает всем современным требованиям. Сарглана Захарова продолжит. Ренат Жангиров заново учится ходить. Каждый шаг это очередная победа над недугом. Результат за месяц реабилитации в центре, как говорят врачи и близкие молодого человека, налицо. Шаги стали увереннее и быстрее. Но совсем недавно никто и подумать не мог, что молодой подающий надежды спортсмен окажется в такой ситуации. После окончания Омского летно-технического института он ждал ответа от потенциальных работодателей. Чтобы не сидеть на месте, решил временно устроиться на работу на завод. Работал на электрокаре при сопровождении электрокары. Зацепился за колесо. Штурок или штанина зацепилась. Ну и так получилось, что затянуло правую, потом левую ногу. Неделя лечения, месяц реабилитации и вот Ренат снова стоит. Пусть на протезах и пусть недолго. Но это шаги сильного человека к большому будущему. И такой шанс получила не одна тысяча людей. Всего с 92-го года протезно-ортопедическая мастерская изготовила больше 45 тысяч протезов нижних и верхних конечностей. Как бы предложить самые передовые технологии, самые передовые протезы. В данном случае у нас тут представлен протез бедромодульный. Тут идет скелетированная гильза и протез рассчитанный для людей с высокой степенью активности, уровнем активности. Центр по поставке комплектующих сотрудничает с передовыми компаниями Германии, Исландии и Америки. В прошлом году организация торжественно открыла новое здание на 50 коек и с кабинетами современных методов реабилитации. Так большой популярностью среди пациентов сегодня пользуется соляная комната. Кроме этого, работает зал ЛФК, эрготерапии, психолога, логопеда, пресс-терапии и многое другое. Не случайно пациенты называют центр санатории. Конечно, заранее мы готовились к этому. Лет за 5-3 мы уже смотрели, изучали разные виды реабилитационной помощи. Были на экскурсиях в центральных городах. Сегодня, как говорят сотрудники, востребованность в центре очень велика. Каждый год увеличивается количество людей с ограниченными возможностями здоровья. Приезжают в учреждения со всех районов республики. Есть и молодые, и пожилые люди. Поэтому работа никогда не останавливается. И по прошествии четверти века сотрудники центра продолжают дарить надежду людям. Саргалана Захарова, Евгений Рязанский, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.